Мы приехали в бывший пионерский лагерь, который назывался Лукинские зори. И здесь мы видим, нас встречает водонапорная башня. Она притаилась среди этих зарослей, среди деревьев. И подойти к ней довольно-таки сложно. Сейчас мы пойдем по этой тропинке. Здесь, смотрю, угадывается старый советский асфальт. Я думаю, эта тропинка и ведет на территории бывшего лагеря. Лагерь заброшен очень давно, лет 25, а то и все 30. Не знаю, что осталось от этого лагеря. Но, впрочем, мы сейчас все увидим сами. Своими глазами. Слева от нас деревянный домик. Вернее, то, что от него осталось. Но подойти к нему вообще целая проблема. Я думаю, мы пойдем дальше. Справа тоже деревянный дом. Сейчас я думаю, к нему подойти. Не знаю, с какой стороны в него вход. Я ошибся. Дом этот кирпичный. И довольно-таки крепкий. Смотрите. Сейчас загляну сразу в окошко. Что могло в нем находиться. Но здесь я вижу плитку. Сейчас мы поищем вход. Я надеюсь, что мы найдем вход в это здание. Сейчас здание мы это обойдем. И будем смотреть. Смотрите. Стулья здесь стоят. Либо из клуба, либо из столовой. Кто-то их вытащил. Впереди я вижу двухэтажный кирпичный корпус. Ну, а справа от нас то самое кирпичное здание. Из красного кирпича. Но пока я не вижу в него вход. Все очень сильно заросло. Чувствуется, как и придется лезть через бурьян. Да. Вот вход я вижу. И, пожалуй, сейчас мы начнем наш осмотр именно с этого здания. В которое мы только что в окошко заглядывали. Пройти здесь сложновато, но реально. Дверь в него открыта. Что в нем находилось, не знаю. Сейчас будем смотреть. Полнейшая тьма. И, как всегда, я не взял с собой фонарика. Сейчас достанем телефон и попробуем немножко посветить, чтобы хотя бы чуть-чуть было нам посветлее. Здесь мы видим стулья. Идем вперед. Темнота здесь такая от того, что окна все заколочены. Огромный зал. Скорее всего, это был актовый зал. Думаю, что это был клуб. Да, видно очень плохо. Но, тем не менее, надеюсь, что что-то видно. Да, это однозначно был клуб здесь находился. Опять же, смотрите, стулья стоят. Когда-то их здесь было очень много. Ну, а вот здесь когда-то была будка киномеханика. Именно отсюда показывали фильмы. Однозначно был здесь клуб. Я не ошибся. Сейчас мы выйдем из этого помещения. Посмотрим, что было в остальных. Здесь видимость немножко получше. Ну, вот именно сюда мы заглядывали. Скорее всего, здесь были туалеты, санузлы. Теперь даже полов не осталось. Ну, здесь, соответственно, то же самое. Да, когда-то были времена в этом клубе. Встречались дети, смотрели фильмы, отдыхали, разговаривали. Ричка какая осталась на полу. Покидаем этот клуб и идем в сторону белого корпуса. Корпус двухэтажный, белого кирпича. Сейчас мы зайдем в него. В нем тоже заколочены окна. Я боюсь, что будет плохо видно. Особенно на первом этаже, где они заколочены. Тем не менее, мы поднимемся на второй. Смотрите, старая парта. Так, вот он первый этаж. Холл первого этажа. Достаточно большой, просторный холл, из которого ведут коридоры влево и вправо, как обычно. Заглянем. Ну, здесь все понятно. Абсолютно пустое помещение, остатки старой мебели. Здесь были санузлы. Пройдемся дальше по коридору. Хотя бы кинуть взгляд, что может там находиться. А после этого поднимемся на второй этаж. Здесь выдирали проводку. Одна из комнат, в которой сложен хлам, старые матрасы. Когда-то кто-то на них спал. Детишки спали. Еще одна комната. Очень большая. И здесь на удивление полы хорошие. Здесь мы видим ящички, в которых пионеры хранили свою одежду. не подписаны ящики. Я сколько раз видел, когда ящики были подписаны. Такая же в точности комната. и здесь же в углу пустые детские ящики. Здесь были Олег и Катя, а также Саша. Вот. Я говорил, что, в общем-то, кто-то что-то напишет. Катя, Алеша, Егор. Настя. Где ты теперь, Настя? Если бы ты видела, что стало с лагерем, в котором ты провела свое детство. Теперь мы поднимемся на второй этаж. повсюду разбитые стекла. Здесь неоднократно бывали вандалы, которые приложили много усилий, чтобы этот корпус пришел в такое плачевнейшее состояние. И украли все, что можно было украсть. Заглянем пару комнат, прежде чем уже покидать этот корпус. В принципе, здесь абсолютно то же самое. Здесь кто-то уронил детские ящики. Кому-то помешали они. сейчас выглянем в окно. Здесь вид на сосны. Место очень хорошее, кислородное. Действительно очень жаль, что больше дети здесь не будут отдыхать. спускаемся вниз и выходим из этого корпуса. Очень печальное и грустное зрелище представляет собой этот корпус. Выйдя из корпуса, мы с большим трудом нашли здесь то, что осталось от памятника когда-то. Здесь был памятник Зои Космодемьянской. Вот этот постамент это все, что осталось от этого памятника. Вот еще одно здание оно кирпичное. Я думаю, что скорее всего в нем была баня. Сейчас мы зайдем внутрь и убедимся. Смотрите сколько помещений самых разных. здесь были санузлы душевые. Ну а здесь да, я был прав. Здесь в этом большом зале когда-то была баня. Здесь мылись, парились ребятишки. Хочу зайти еще в другие помещения. Потому что раз мы здесь. Поскольку здание довольно-таки оказалось большое. И здесь то же самое. Скорее всего одно крыло было для мальчиков, а другое для девочек. Довольно-таки большая баня, хотя лагерь бы маленький. В СССР о детях заботились. В этом кирпичном здании я думаю была котельная. Она находилась непосредственно рядом с баней. Можно заглянуть на секунду внутрь, но конечно я уверен, что там то же самое, что и везде. да, я думаю, что комментарии здесь излишни. Здесь же мы видим старенькие корпуса. кто-то когда-то заколачивал их в окна. Не знаю, с какой целью это было сделано. Может быть, для того смыслю о том, что когда-нибудь пионеры сюда вернутся. Вот такой корпус. Здесь таких корпусов около трех-четырех. Лагерь, как я понял, был небольшой. Даже не знаю, есть ли возможно сюда войти. Да и стоит ли туда входить. Но, тем не менее, мы сможем сейчас это увидеть через разбитое окно. Смотрите, какая большая была веранда. я зашел внутрь. Да, я был прав. В общем-то, смотреть здесь уже практически нечего. Даже трудно угадать, где были комнаты, а где было что. Кругом полнейшая разруха. Полов практически нету. Довольно-таки большая комната. сколько могло человек здесь отдыхать, ребятишек? Я думаю, человек пять, не меньше. Напротив него еще одно строение, деревянное, тоже с заколоченными окнами. Вот такой вход в этот корпус. Я думаю, туда заходить абсолютно не имеет никакого смысла. там разруха еще больше, чем та, которую мы видели только что. Я подошел еще к одному чудом сохранившемуся корпусу. Показываю его вам. Сейчас мы сюда зайдем. Здесь полов практически нету. такая большая веранда. Этот корпус отличается от того корпуса. Смотрите, какое большое окно, которое ведет однозначно в комнату. В нее можно не заходить, я отсюда вам ее покажу. Смотрите, сколько тумбочек. И то же самое, если идти в ту сторону, тоже такое же окно. А здесь совершенно пустая комната, из которой можно выйти прямо в лес. Который стал совершенно дремучим, так как лагерь этот не работает уже очень давно. Еще одно здание наполовину деревянное, наполовину кирпичное. Скорее всего, я думаю, это была столовая. Чисто логически, поскольку мы еще не были здесь в столовой. Она, конечно, здесь есть. По крайней мере, была. И я уверен, что это именно она, это был в нее главный вход. И смотрите, хочу вам показать, дорогие зрители, несколько секций. Дети сидели здесь в разных залах. Ну, залом назвать это можно с натяжкой, а скорее секции. Первая, вторая и третья секция. Вот здесь как раз сидели и кушали ребятишки. А посмотрите, какие здесь стены, какая отделка была красивая. ну, разумеется, до того, как здесь их разрисовывали любители рисовать на стенах. Потолок уже дыры, конечно же. И смотрите, остались до сих пор лампы, что, в общем-то, удивительно. столовая была деревянной, а кухня была кирпичной. Я хочу сейчас зайти в помещение кухни. Остатки вытяжки. здесь когда-то выдавали еду. ну, кухонное помещение. Много разных дверей. и абсолютно пустые. москва 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И никто никогда не думал, что наступит такое время, когда все это будет выглядеть вот так. Очень грустное и тоскливое впечатление осталось после посещения этого лагеря. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...